Ганг, Ганга Англ Гейнджис, одна из самых полноводных и длинных рек Южной Азии, берет свое начало в западных Гималаях, с ледника Ганго-3 в штате Утаракханд протекает на юго-восток, пересекая Индогангскую равнину на севере Индии и впадает в Бенгальский залив, формируя вместе с реками Брахмапутри и Микхнадельту Ганга Брахмапутри, часть которой покрыта лесами Сундербан. Площадь бассейна реки – миллион шестьдесят тысяч квадратных километров Ганга в индуистской мифологии. Небесная река, которая спустилась на землю и стала рекой Ганг, с давних времен считается священной рекой для индуистов. Индуисты совершают к ней паломничество, особенно к ее истокам и городам Харидвар, Варанаси и Аллахабад. На ее берегах проходят кремации, в воде рассеивается прах умерших индуистов и осуществляется ритуальное омовение. Река активно используется для орошения. Бассейн Ганга, площадью более одного миллиона квадратных километров, является одним из наиболее густонаселенных регионов Земли. Судоходство на реке сейчас несколько усложнилось и возможно лишь от устья до города Канпур на плоскодонных лодках. Ганг является главной водной артерией Бенгалии и северо-восточных штатов Индии. Часто рассматривается как символ всей страны. Первый премьер-министр Индии Джавахар Лаулнеру в своей классической работе «Открывай Индию» 1946 года писал, «Гидрография русла и направление течения. По большей части своего русла Ганг – типичная равнинная река с медленным и спокойным течением, хотя она и берет свое начало высоко в Гималаях, питаясь многочисленными притоками, которые также проистекают с гор. Индогангская равнина, на которую приходится большая часть течения реки, чрезвычайно плоская. Разница высот между Дели, расположенным на реке Джамна, и Бенгальским заливом, расстояние между которыми составляет 1600 километров, составляет всего 210 метров. Уклон русла Ганга между городами Харидвар и Аллахабад составляет 0,22 метра на километр. От Аллахабада до Калькутты 0,05 метра на километр. Само русло извилистое образует многочисленные рукава, много перекатов островов, проливов между рукавами отмелей. Направление течения Ганга несколько раз меняется. От истоков река течет на юго-запад, у Харидвара поворачивает на юго-восток и течет в этом направлении до Аллахабада. Далее, почти до слияния со своим притоком Каши, прямо на восток, от места впадения Каши, в юго-восточном направлении. При этом основное русло и некоторые рукава Ганга текут в юго-восточном направлении, а затем возвращаются на юг до Бенгальского залива, а другие, такие как Пхагиратхи и Джаланги, сразу идут в южном направлении. Часть рукавов сливается с рукавами Брахмапутры и Микхны и впадают в залив вместе с ними. Ширина реки в ее срединной, самой широкой части колеблется от 800 до 1500 метров. В нижнем течении река расходится многочисленными рукавами, образуя общую с Брахмапутрой дельту протяженностью 300 километров и шириной около 350 километров. Водосборная площадь и водный режим бассейн Ганга – самый большой по площади в Южной Азии, хотя по длине Ганг меньше Инда и Брахмапутры, однако он превосходит их размерами своего бассейна, который занимает площадь 1 млн 60 тысяч квадратных километров. А вместе с бассейном Брахмапутры, с которой Ганг формирует общую дельту – 1 млн 643 тысячи квадратных километров. Часть питания реки – дождевой, за счет влаги, которую приносят юго-западные мусоны и тропические циклоны с июля по октябрь, а часть – снеговой, за счет гималайских снегов, тающих с апреля по июнь. В декабре-январе в бассейн реки выпадает очень незначительное количество осадков. В среднем показатели осадков в бассейне реки колеблются от 760 мм в год в его западной части до более 2300 мм в год на востоке. На большей части собственно течения реки, кроме дельты, осадки составляют от 760 до 1500 мм в год. В дельте часто бывают сильные циклонные ливни, как во время сезона мусонов, так и после него, то есть с марта по октябрь. В результате переменного режима осадков река подвержена ежегодным разливам, хотя и не столь периодическим или длительным, как известные разливы Нила. Два главных влажных сезона – это с апреля по июнь и с июля по сентябрь. Так, во время сезона мусонов вода в районе городов Варанасии и Аллахабад может подниматься на от 15 до 16 метров. Зимой уровень воды в реке снижается до минимума. Общая водная масса реки очень велика, например, около Варанасии, на расстоянии 1224 км от устья рукавах угли. Даже в сухое время года Ганг имеет от 430 до 440 м в ширину и до 12 метров глубины, а во время сезона дождей от 900 до 950 м в ширину и до 20 метров глубины. Среднее количество воды, выносимой рекой в Бенгальский залив, оценивается в 12 тысяч кубических метров. Река в течение всего года отличается очень мутной водой, что связано с содержанием в ней большого количества осадочных пород во взвешенном состоянии. Ежегодно в дельте откладывается около 180 миллионов кубических метров осадков и этим определяется изменение цвета воды в Бенгальском заливе, которое бывает заметно уже на расстоянии 150 км от берега. Когда река возвращается в берега после сезонных разливов, она оставляет огромное количество ила, которое обеспечивает чрезвычайное плодородие почв равнины. Притоки и притоки Ганга различаются по своему типу и происхождению на несколько видов. Сначала это реки и ручьи, которые формируются в западных Гималаях в районе ледника Ганго-Три, Пхагиратхи, Охиленгана, Алакнанда. От остальных притоков отличается крупнейший приток Ганга – река Джамна, который также берет начало в Гималаях и впадает в Ганг справа. До этого протекая через города Делиагра, значительные массы воды и ила попадают в Ганг в его среднем течении с левой стороны, куда впадают притоки, берущие начало в Гималаях. Из них наибольшие – Гомти, Пхагхра, Кали и Гондаки, Каши. С правой стороны в Ганг впадают притоки, которые берут начало в горах Деканского плоскогорья. Сун, Тамса, Карманаша, Дамодар. География Ганг условно делят на три части – верхнее течение, среднее и нижнее. Верхнее течение главным истоком реки является Пхагиратхи, берущая свое начало в районе Гаумукхи в Гималаях на территории индийского штата Ут-Таракханд на высоте 4023 метра над уровнем моря. У источника расположено одноименное следником селения Ганго-3, священное место проживания богини Ганги и важный центр паломничества индуистов. Направляясь на северо-запад, Пхагиратхи принимает вблизи селения Пхайронькхати на высоте 2770 метров бурный приток Джатганга, который ранее считался европейцами за исток Ганга. Далее река протекает через Нижние Гималы на высоте 2478 метров и возле селения Дивпраек на высоте 636 метров соединяется с прозрачной Алакнандой, которая также берет начало с гималайских ледников. С этого места река и получает название Ганг. Соединенные воды Пхагиратхи и Алакнанды протекают через цепь холмов Шивалик на высоте 403 метров у священного города Харидвар и протекая через болотистую равнину Тера, выходят на огромную, чрезвычайно плодородную Индогангскую равнину. В своем верхнем течении Ганг несется бурным потоком преимущественно в южном направлении, а оставив позади горы, он становится спокойнее и поворачивает на юго-восток. Только на равнине река становится судоходной, хотя до строительства Гангского канала суда поднимались до территории современного парка Раджаджи. В среднем течении Ганг замедляет свое движение, направляясь в океан в юго-восточном направлении, образуя многочисленные извилины, возле которых расположены крупные города Канпур, Аллахабад, Мирзапур, Варанаси, Патна, Пхагалпур, Радж-Шахи и другие. Хотя по прямой линии длина этого участка 1529 километров, но через изгибы длина русла составляет в действительности 2597 километров. Не доходя до Канауджа, Ганг с левой стороны принимает большой приток Рамгангу. Далее у Аллахабада, в Ганг справа впадает его главный приток Джамна, который вместе с Гангом образует так называемый Тревенисангом, священный для индуистов и своими кристально чистыми водами расширяет русло грязно-желтого Ганга до 800 метров. В результате значительного отбора Гангской воды Джамна несет в среднем примерно в полтора раза больше воды, чем Ганг перед слиянием. Поэтому по формальным гидрологическим правилам далее по течению река должна называться Джамна. Но из-за глубоких традиций и верований вопрос о переименовании существующего названия не ставится. По Аллахабаду в Ганг впадает. Слева Гонти, справа Тамсы и Карманаша, а чуть выше Патны. Слева Кхакхра, справа Сон, а напротив Патны, возле Хаджипура, большой приток Кали-Гандаки. Наконец, ниже Пхагалпура Ганг принимает в себе многоводную Каши, спускающуюся непосредственно с Гималайских гор. Достигнув в своем срединном течении ширины 1500 метров при глубине не более 10 метров, Ганг круто поворачивает на юго-восток, попадая на наиболее плоскую западную часть Индогангской равнины. Здесь начинается его нижнее течение, где он разветвляется на рукава дельты. Вблизи Сахидганжа влево отходит огромный рукав Пхагиратхи, а главное русло Ганга получает с этого места название Падма. Через 100 километров дальше по течению от Падма отделяется еще один крупный рукав Джаланги. Нижнее течение и устье реки пройдя по низине 160 километров. Рукава Пхагиратхи и Джаланги соединяются в один общий рукав Хугли, на котором расположен город Калькутта. После соединения с рекой Дамодар возле города Чанданагар, Хугли становится доступен для морских кораблей, а близ острова Сагар, ниже Калькутты, падает в Бенгальский залив. Отдав часть воды в рукав Хугли, Падма, главная рука Фганга, продолжает свое движение на юго-восток и распадаясь на мелкие рукава, принимает в себя слева большой приток Махананду. Возле город Караджбари соединяется с Джамунной, мощным рукавом еще одной священной для бенгальцев реки Брахмапутри. Соединенные воды обеих рек изливаются в Бенгальский залив, сливаясь с Меххной. Начиная с Раджбари наблюдается настоящая дельта Ганга и Брахмапутри. Самая сложная и самая большая на земном шаре, подверженная постоянным изменениям. Участок земли между Хугли и Меххной носит название Сондербан. Это лабиринт из топий, рек, рукавов и бухт вдоль Бенгальского залива длиной в 265 километрах и шириной в 350 километров, разделенных неожиданно возникающими и зачастую столь же быстро исчезающими и листами и песчаными островами, покрытыми огромными лесными массивами. Частично затапливаются наводнениями и морскими приливами, которые оставляют на островах слои ило и остатки смытых животных и растений. Дельта Ганга делится на восточную и западную части Сондербан. Крупнейший регион мангровых лесов в мире является частью дельты Ганга. Дальше от береговой линии, в глубине континента, дельта очень быстро высыхает после наводнений, образуя плодородную часть Бенгали. Сейчас она почти полностью используется для нужд сельского хозяйства, а последние необитаемые участки покрыты роскошной, почти непроходимой растительностью. Несмотря на риски наводнений, цунами и тропических циклонов в дельте Ганга продолжают проживать свыше 145 миллионов человек, флора и фауна. Как известно из исторических свидетельств, долины Ганга и Джамны были покрыты густыми лесами. Еще в 16-17 веках здесь оставались значительные нетронутые участки. В этих лесах водились слоны, буйволы, носороги, львы, тигры. Прибрежная зона Ганга привлекала спокойной и благодатной средой множество разновидностей водоплавающих птиц. По меньшей мере 140 видов рыб, 35 видов присмыкающихся и 42 вида млекопитающих. На этой территории и сейчас распространены редкие виды животных, находящиеся сейчас под защитой. Бурый медведь, лисица, леопард, снежный барс, несколько видов оленей, кабарга, зекобрас и другие. Также здесь распространены бабочки и другие насекомые разнообразных цветов. Из-за повышения демографического давления со стороны людей, вся фауна медленно перемещалась из долины Ганга к остаткам лесов. На Индогангской равнине можно иногда встретить оленей, кабана, дикого кота, волка, многие виды лисиц. В реке встречаются пресноводные дельфины двух видов – речная и гангская акула и другие пресноводные рыбы. Больше всего биоразнообразие сохранилось в устье реки, на стыке с Бенгальским заливом в районе Сондербан, где все еще распространено очень много форм малоизученной редкой флоры, а также обитает жемчужина животного мира региона – бенгальский тигр. Типичные рыбы этого района включают нотоптерит, карповых, лягушковый клариевый сом, ползающий гурам и ханос, политическая география и население, этнический и религиозный состав населения. Общая численность населения бассейна Ганга состоянию на 2001 год составляла около 500 миллионов человек проживающих на территории Индии, Непала и Бангладеш, а небольшое количество также в КНР и Бутане. Обычно разделение на этнические группы здесь не проводится, этническая принадлежность не является частью переписи, а отдельные группы обычно определяются по лингвистическим и религиозным признакам населения бассейна Ганга смешанного происхождения. В западной и средней частях жители преимущественно являются потомками древних дравитских народов, к которым позднее присоединились носители индоарийских языков. В исторические времена к ним присоединились тюрки, монголы, афганцы, персы и арабы. На востоке и юге, особенно в Бенгалии, дравида смешивались с индоарийцами и носителями тибета-берманских языков. Европейцы, прибывшие последними, составляют незначительную часть населения. В целом жители бассейна реки разговаривают на нескольких десятках языках, большинство из которых индоарийской группы, и более чем на двухстах диалектах этих и других языков. Наиболее распространенными из этих языков являются хинди, бенгальский, урду, майтхили, непальский, панджаби, пхотшпури, этхру, тамангский, ория, магахи, мунду и английский. Английский, хотя и не входит в опубликованные данные переписи, является очень распространенным вторым языком населения и применяется в письменности. Среди жителей региона большинство индуисты – около 75%. Другую крупную религиозную группу составляют мусульмане, которых около 23%. Из них примерно треть живет в Бангладеш, где они составляют подавляющее большинство. Меньшими религиозными группами являются буддисты, сикхи и христиане, джайны. Малыми, но культурно важными группами являются анимейсты и зароастрийцы. Политическая география Река Ганг течет преимущественно по территории Индии, лишь незадолго до впадения в Бенгальский залив проходит по территории Бангладеш. На территории Индии река протекает по территории штатов Утаракханд, Утар Прадеж, Бихар, Джаркханд и Западная Бенгалия. На территории Бангладеш главный рукав реки Падма служит границей областей Радшахи и Кхулна, а затем протекает по области Дака. Области Кхулна и Борисал полностью входят в дельту реки, а области Радшахи, Дака Читагонг, частично, к бассейну реки относятся и территория Непала, поскольку практически все реки, берущие начало из Гималаев на территории этой страны, текут в направлении Гангской долины и являются притоками Ганга. Города на берегах Ганга Долина Ганга является одним из самых густонаселенных мест на нашей планете. Ниже приведены наиболее крупные из городов, расположенных непосредственно на реке. Список отсортирован вдоль течения, за исключением дельты. Большая часть Западной Бенгалии и почти треть территории Бангладеш входят непосредственно в бассейн Ганга. Указанные в списке города расположены преимущественно на рукавах Хугли и Падма, а также на многочисленных небольших протоках. В скобках указано население по данным переписи 2001 года для Индии и оценка по состоянию на 2000-2008 год для Бангладеш. Индия Цивилизация Ганг не имел большого значения, а главными реками Рикведы были Инты и легендарные Сарасвати. Но уже поздние веды стали уделять Гангу гораздо больше внимания, что подтверждается многочисленными упоминаниями о нем. Вероятно, первым среди представителей западной культуры эту реку вспомнил Мегасфин в своей рукописи Индика. Индия имеет много рек, больших и судоходных, начинающихся с северных гор, пересекающих страну, и большинство из них объединяются вместе. Впадают в реку, называемую Гангом. Эта река, шириной до 30 стадий, течет с севера на юг и впадает в океан в государстве Гангариды, имеющем большую армию из слонов. В средневековье исторически Индогангская равнина была центром многочисленных цивилизаций Индии, которые сменяли друг друга. На берегах Ганга находился центр империи Мауриев, в частности ее царя Ашоки. Столицей империи был город Пателепутра. Канаудж, опять же на берегу Ганга, был центром империи Харши, которая в 7 веки охватывала всю Северную Индию. Центрами империи Великих Моголов были Аграйдели, расположенные на берегах главного притока Ганга – Джамны. Во время господства мусульманных власть распространилась на всю длину реки, включая Бенгалию. Другими центрами власти мусульманских государств были города в Дельте Ганга, Дака и Мурмши-Дабад. Новое и новейшее время Новейшая история Ганга связана прежде всего с британским господством. Ост-Индская компания основала город Калькутта на берегах рукавах углей в конце 17 века и постепенно распространила свое влияние на всю территорию. Долины Ганга достигнуты или в начале 19 века. В 1848 году компания была реорганизована в Британскую Индию, царившую по всему течению Ганга и большей части его бассейна до обретения Индии и независимости в 1947 году. В результате раздела Британской Индии большая часть реки отошла к Индии, а часть ее дельты – Пакистану. С 1971 года бенгальские территории Пакистана отделились в результате войны за независимость с образованием независимого государства Бангладеша.